Наши товарищи по партии и приглашенные здесь, в общем-то, понимают, что мы отмечаем в этом месяце 30 лет разрушения Советского Союза. Вот такой печальный юбилей, всех это беспокоит очень серьезно. И поэтому наши коммунисты обратились с просьбой связаться с вами, задать несколько вопросов, попытаться разобраться в этой коллизии, которая была 30 лет назад, в ее уроках, последствиях и так далее. Поэтому вопросы примерные, которые собрали, мы вам отправлены, но тем не менее до часу ночи продолжались дебаты у нас. Очевидно, будут какие-то другие вопросы к вам. Насколько я знаю, мы располагаем примерно часом времени, чуть больше может быть. Хотелось бы, конечно, чтобы наши товарищи получили ответы. Ну, переходим к нашей работе, пожалуйста, к вопросам. Кто хочет задать вопрос, пожалуйста. Трошин Дмитрий Владимирович, секретарь партийной организации «Ивантиевки». Здравствуйте. Здравствуйте, Евгений Юрьевич. Евгений Юрьевич, вот вопрос первый такой. Вот существует мнение, что СССР, будучи империей, распался, как любая империя, когда изжила свою идею. В связи с этим, вот хотелось бы, во-первых, ваше видение, в чем состояла советская идея, и разве она изжила себя? Вот мне кажется, что нет. Ну, пожалуйста, да, поясните нам это. Вы знаете, вы абсолютно правы, что это ложный посыл, который, кстати, спастят вроде бы те люди, которые сожалеют о распаде Советского Союза. Конечно, Советский Союз, как государственное образование, распался не сам по себе, и он никогда бы не распался сам по себе, если бы не акт национального предательства со стороны высших руководителей этого государства, которые по Конституции, да и по совести должны были стоять на страже целостности и независимости этого государства. Они давали на счет клятку Конституции и СССР, и РСФСР и так далее. Меня слышно? Да, 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 хорошо слышно. Да, это первое обстоятельство. Второе обстоятельство, конечно, Советский Союз никакой империи не был, от слова «совсем», потому что классическая империя предполагает метрополию и колонии. Метрополия в данном случае выступает в роли эксплуататора колоний и живет за счет этих колоний. Причем уровень жизни в метрополии куда как выше, в разы, если не в десятки раз выше, чем в ее колониальных владениях. Ну, классический пример – Великобритания. Ведь свое могущество Великобритания построила прежде всего на тотальном пробеже своих колониальных владений. Франция, Германия, ну и так далее, и так далее. Даже у американцев формально не было колоний, но вспоминайте знаменитую доктрину Монро. Но они сразу объявили Латинскую и Центральную Америку сферой своих жизненных интересов. То есть они тогда еще не претендовали на статус мировой державы, но говорят, наш полушарий, пожалуйста, не-не. Мы здесь безраздельные хозяева. Советский Союз, конечно, был федерацией свободных республик. И Россия в данном случае куда как больше давала этим союзным республикам, чем у них брала. Не только с точки зрения ресурсов, финансов, но прежде всего с точки зрения подъема бывших колониальных владений Российской империи до общероссийского уровня. Ну, достаточно сказать про союзные республики Средней Азии. Если бы не Советский Союз, то там бы сейчас был такой же Афганистан по уровню развития, по уровню образования, по уровню социальной инфраструктуры и так далее. Эти государства до Советского Союза ничем, в общем-то, в принципиальном плане не отличались. Я имею в виду Хивинское ханство, Бухарский эмират, Коканское ханство. Это были те же полуфеодальные, полусредневековые державы, где уровень экономического, социального развития значительно отставал от самых передовых, да и не самых передовых, а просто буржуазных стран Европы. Даже какой-нибудь там Дании, условно говоря, Сербии там или Португалии. Так что вот таким вот образом. Поэтому, когда говорят про обреченность, изначальную обреченность Советской Федерации, это все от лукавого. И процесс разрушения Советского Союза, на мой взгляд, был сознательно запущен в мае-в июне 1988 года в процессе подготовки, а затем и проведение 19-й партийной конференции. Именно тогда вот эта вот проблема межнациональных отношений была ни с того ни с сего вытащена как бы на политический уровень. Была создана целая комиссия. Потом под эту комиссию создали целую структуру уже в аппарате самого ЦК. Ее отродясь не было. Она, вернее, существовала, эта структура, еще в 18-м-20-х годах, когда проблема национального устройства действительно стояла очень остро. Но затем, в 20-е-80-е годы, такой структуры в рамках аппарата ЦК вообще не было. Да и наркомат по делам национальности, как известно, был ликвидирован в 1923 году. То есть, эта проблема была решена с созданием СССР, и, в общем-то, поэтому наркомат был и ликвидирован. Вот нам говорят, что надо было расширять права союзных республик. Но ведь нам мало кто говорит о другом. Тогда ведь в высшем политическом руководстве шла дискуссия, каким образом это делать. Наиболее разумные люди из этого руководства говорили, да мы можем это решить в рамках конституционной реформы. То есть, подправить кое-какие статьи, как союзной, так и республиканских конституций. И предоставить субъектам Советской Федерации чуть большие права в разных сферах управления, проведения социально-экономической политики, культуры и образования. Трогать для этого союзный договор вообще не надо. От слова совсем. Но возобладала точка зрения Горбачева, навязанной ему двумя подонками. Яковлевым и Медведевым. Нет-нет, нам надо перестраивать союзную федерацию. Начать надо именно с нового союзного договора. Вот что стало, по сути дела, отправной точкой развала нашей федерации. Конституционная реформа, а таких конституционных реформ было полным-полно. Даже в истории советской власти. У нас мало кто знает, что, например, Сталинская конституция 1936 года, она не раз редактировалась. Ну, например, самая известная редакция этой конституции в августе 1953 года. Многие статьи были отредактированы. И ничего страшного не случилось. То же самое можно было сделать и тогда, во второй половине 80-х годов. Но сознательно пошли именно на так называемую реформу союзного договора. Потому что нужен был реальный механизм развала государства. И этот механизм был запущен. У нас, к сожалению, тогда люди были политически безграмотные. Не только обыватель простой, но и даже те, кто управлял областями, краями, республиками, кто стоял во главе союзных министерств, ведомств. Они не понимали всего этого. И вот, пользуясь этой политико-правовой безграмотностью, даже членов полюсбюро запустили весь этот маховик. Когда опомнились, когда поняли, то было слишком поздно. Потому что джин сепаратизма был уже выпущен. А они действовали по известной методичке. Плюс туда наезжал сам Александр Николаевич. Он ездил и в Саудис, и в Народные фронты Эстонии и Латвии, и на Украину он ездил. И убаюкивал Михаила Сергеевича и говорил, Михаил Сергеевич, это наша опора. Это движение за перестройку. Мы должны их всячески поддерживать. Но так же, как они свистели о том, что Демроссия – это тоже движение за перестройку. А Демроссия, или Демшиза, стала как раз оплотом всех антинациональных, антисоциалистических сил. Вот тут Путин опять выступал и говорил о том, что Ленин повинен в тех событиях, которые произошли у нас в 1991 году и происходят сейчас на всем постсоветском пространстве. Слушайте, но это все равно, что Петра Первого, основателя Российской империи, обвинять в том, что при Николае Втором она развалилась. Куку, Вася, ты назови реальных участников развала Советского Союза, в том числе и Анатолия Александровича Собчака, который приложил прямо руку к этому процессу. Именно Демшиза активно агитировала против сохранения Советской Федерации, когда проводился референдум. Но об этом не упоминает. Опять во всем виноват Ленин. Знаете, как в анекдоте в известном, во всем виноват Косой. У нас любые процессы, которые происходят сейчас во всем мире, виноваты Ленин, Сталин и большевики. Больше винить некого. Так что вот так вот. Я ответил на ваш вопрос. Скажите, пожалуйста, какие внутренние противоречия и негативные и субъективные факторы сказались на распаде СССР? Спасибо. А какие внутренние противоречия? Я не вижу этих внутренних противоречий. В межнациональной сфере они носили, главным образом, бытовой характер. Но они и сейчас существуют. Во всем мире всегда существует противоречие, межнациональное противоречие на бытовом уровне. От этого никуда не деться. Понимаете? Но одно дело, когда бытовой уровень остается этим уровнем, а другое дело, когда бытовой уровень возводится в рамк государственной политики. Вот о чем речь-то шла. Более того, зачастую вот эти бытовые конфликты, они потом сознательно, я вот это хочу подчеркнуть, сознательно раздувались до уровня политической проблемы. Примеров сколько угодно. Подрались, условно говоря, там азербайджанцы с армянами на рынке за цены на помидоры. Вроде бытовой конфликт. А потом появляются высоколобые интеллектуалы и начинают раздувать из этого бытового конфликта уже межнациональный конфликт политического уровня. Таких примеров в истории полным-полно. Я даже вам из истории такой пример приведу, но понятно, что он как бы не... ну напрямую не связан с развалом Советского Союза. Знаменитое восстание в Твери с чего началось? В 1327 году. Приехали баскаки получить ордынский выход. Баскаков, как всегда, сопровождал отряд вооруженных нукеров. Кто-то из этих нукеров взял, отобрал у местного дичка кобылу. Тот поднял вой, пожаловался на этого. Татарина. Но Татарина взяли и избили. Тот побежал за подмогой. Сказал, наших бьют. Прискакали эти нукеры. Завязалась потасовка. Казалось бы, бытовая потасовка, которая потом вылилась в такой конфликт политического характера, который, собственно говоря, и сделал Москву Москвой. Потому что если бы не было бы этого восстания в Твери, еще неизвестно, стала бы Москва центром собирания русских земель, а затем и столицей единого русского государства. Потому что именно после этих событий хан Узбек передал ярлык на великое княжение Иване Калите, а Иван Калита, будучи грамотным и умудренным политиком, сделал все, чтобы потом этот ярлык на великое княжение уже больше никому в руки не попал. И передал его по наследству своим сыновьям. А сыновья внукам. И пошло, и поехало. Понимаете? Ну, я как бы утрирую, но чтобы вы понимали. Любой конфликт можно раздуть до невероятных размеров, а потом искать причины. Я еще раз говорю, что никаких объективных причин для развала Советской Федерации не было. Нуждалась ли Советская Федерация в реформировании? Думаю, что да. Но опять-таки, вокруг этого огромное количество всякого рода фиковой информации. Вот, например, Федоров, небезызвестный нодовец. Вот говорят, что эта структура была создана якобы Чубайсом. Но на самом деле ее не Чубайс создавал. Она создавалась по прямому указанию Володина. Это специально тем, чтобы увести часть патриотически настроенной публики из вот как раз левого лагеря и одурманить их, запудрить им мозги. Так вот, он все время говорит, что вот, дескать, референдум 17 марта 1991 года, он, по сути дела, и дал старт развалу Советскому Союзу, поскольку там было в самом вопросе запрограммирован этот развал. Вы за сохранение Союза Советских Социалистических Республик как Союза Суверенных Государств. И вот он на это напирает, что вот, вот уже. Дело в том, что если вы возьмете Союзные Конституции, неважно, 36 или там, 77 года, и Республиканские Конституции 25 и 78 годов, то там в самом начале будет написано, что все Союзные Республики, которые входят в состав Союза СССР, являются суверенными государствами. В противном случае в 45-м году, кстати, ни Украинская СССР, ни Белорусская СССР не были приняты бы члены Организации Объединенных Наций, если бы они не обладали статусом суверенного независимого государства. Так что вот так вот. Я ответил на ваш вопрос? Да. Марина Гусева, член КПРФ, вы даже депутат от соседнего города. Хотела такой вопрос задать. Я, конечно, понимаю, что вы историк, но тем не менее экономический. Не было ли такого противоречия в Советском СССР? То есть Ленин очень много в своих работах ругал крестьян за то, что их мелкобуржуазное мышление. Потом в 90-е годы был такой Феликс Чуев, который задавал вопросы к Кагановичу. И Каганович сказал, что многие вещи, например, производство гвоздей и многие другие, можно было бы отдать частникам. Так вот, следующий вопрос. Не находите ли вы, что все-таки во времена Советского Союза было большое противоречие именно в экономике? Что все-таки зря так ругали частников? Не была так вот оценена правильная роль предпринимателя? И что нужно было все-таки очень много всего отдать частникам и в частные руки? Но понятное дело, что вот то, что даже сейчас в КПРФ написано, что поддержка частного и среднего предпринимательства. То есть именно вот это было огромное экономическое противоречие, которое могло бы послужить таким детонатором вот таких разборок больших. Ну, это сложный вопрос. Я прошу прощения, но вы свалили все в одну кучу. Значит, давайте вот с чего начнем. Дело в том, что ни у Маркса, ни у Ангельса, ни у Ленина, ни у других теоретиков марксизма вообще не было целостной картины того, что собой представляет социализм как общественный строй. В их представлении социализм вообще не являлся общественной формацией от слова «совсем». Это был лишь первый этап коммунистической общественной формации. Причем в их представлении он во временном отрезке был очень небольшим. Буквально несколько лет. И главные две задачи, которые решатся вот в период этого первого социалистического этапа, это подавление возможного сопротивления свергнутых эксплуататорских классов и второе создание необходимых материальных предпосылок для перехода к бестоварному производству. Там, где нет товарного производства, там нет деления общества на классы, автоматически вытекало, что раз нет деления общества на классы, значит и нету государства. Как аппарата господства одного класса над другими, как машины подавления одного класса над другими и т.д. и т.п. это вот в классике, что ли. Когда Ленин приехал в Россию, он писал свои знаменитые тезисы апрельские. Это, кстати, работа называется о задачах нашей революции. Она коротенькая, буквально на двух страничках. Почитайте ее. И выступил в Таврическом дворце. Там, по-моему, шестым пунктом значился как раз вот то, что касалось экономики. Он пишет, наша непосредственная задача не строительство социализма тотчас, я вам цитирую Ленина, а лишь создание необходимых условий. На первом этапе мы должны национализировать землю, национализировать банки и создать систему рабочего контроля над общественным производством и общественным распределениям. Все. Когда большевики приходят к власти, то первый декрет, который они издают 14 ноября 17-го года, декрет о рабочем контроле. То есть мы у буржуев не забираем их собственность на средства производства, то есть их фабрики, заводы, пароходы и т.д. Мы лишь создаем институт или инструмент рабочего контроля над финансово-хозяйственной деятельностью предприятий. Что делают владельцы этих предприятий? Они объявляют локауты, закрытие этих предприятий временное, как ответ на вот эту меру советского правительства. то есть немытьем так катанием, мы вас сейчас называется к ногтю. Что такое закрытие предприятий в тех условиях? Массовые безработицы. Денег нету, жрать нечего. Сейчас вас сами же рабочие и свергнут. Вот каков был, так сказать, посыл всех этих ребят. В этой ситуации Ленин и его товарищи говорят, ах вы так, ну тогда мы создаем карательный орган. Этот орган получил название Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Последнее название. Потому что вот эти локауты и были как раз саботажем декрета советской власти о рабочем контроле. Знаменитый ВЧК. Председателем комиссии назначается Феликс Дзержинский. И начинает этих ребят что называется штамповать. Тех кто понял, возобновили работу предприятия. Тех кто не понял, получили на орехи уже в январе 18-го года. Когда начинается знаменитая красногвардейская атака на капитал. Когда целые предприятия а потом и отрасли стали национализироваться и передаваться в полную собственность Российской Советской Федеративной Республики. Вот этот процесс национализации который продолжался январь феврале марта 18-го года Ленин потом и назовет красногвардейской атакой на капитал. За этот период было национализировано примерно 550 крупных предприятий и 10 отраслей. В том числе банковская сфера. Вся банковская сфера. Потом в апреле 17-го года когда ситуация более-менее стабилизировалась Ленин пишет свою знаменитую работу очередные задачи советской власти где говорит о том что по линии формального обочисления производства видите как он пишет по линии формального мы зашли слишком далеко мы наломали больше чем успели построить и управлять нам надо сейчас остановиться закрепиться на достигнутых позициях и перейти к новому этапу экономической политики мы опять протягиваем руку буржуям и предлагаем им строить госкапитализм то есть мы создаем государственные корпорации с участием того самого частного капитала вот то что у нас сейчас существует все эти Роснефти Газпромы Сбербанки и т.д. и т.п. это же госкорпорации акционерное общество где контрольный пакет акций находится у государства и государство назначает менеджмент то есть управляющих структур этих организаций и тогда Ленин сказал что для нас госкапитализм является фактически шагом на пути строительства социализма почему а потому что это есть нечто обобществленное а значит поддающиеся учету и контролю для Ленина тогда понятие социализм было тождественно понятию учета и контроля учета и контроль за общественным производством и общественным потреблением но буквально через полтора месяца полыхнула фронтальная гражданская война и от этого ленинского плана строительства социализма через пост капитализм не осталось и следа вынуждены были перейти к политике военного коммунизма в условия гражданской войны надо было создавать жесткую систему с одной стороны изъятия прибавочного продукта то есть того продукта который традиционно шел на рынок не того продукта который потреблял сам производитель ну вот например крестьянин он произвел там 10 пудов зерна 5 пудов он съедает 5 на рынок так вот эти 5 пудов которые на рынок мы теперь изымаем не по рыночной стоимости а через реквизиционный аппарат тех же комбедов и тех же протоотрядов для чего а чтобы нам кормить армию и город установить минимальный хотя бы размер для проклонки чтобы миллионы людей не сдохли голодной смертью вот когда говорят что большевики установили продразверстку и т.д. и т.п. во-первых продразверстку царь установил еще в 16-м году а до нашего царя еще в 15-м году аналогичные меры вела Германия потому что у них народ там стал пухнуть от голода и умирать штабелями по-моему в 17-м году от голода в Германии в 17-м году в воюющей Германии погибло 700 тысяч человек так вот чтобы этого не повторилось в условиях гражданской войны и была введена эта система продразверстки и жесткого распределения вот этих самых пайков чтобы люди могли получать бесплатно хотя бы минимум для своего прокорма параллельно у теоретиков большевистской партии у того же Бухарина у того же Преображенского и так далее возникла здесь вот идея слушайте ребята а мы уничтожили товарные отношения мы деньги уничтожили как регулятор этих отношений и т.д. и т.п. так это и есть коммунизм ё-моё мы себе голову ломали а вот он коммунизм наяву и стали теоретически вот это вот обосновывать отсюда появляется знаменитая экономика переходного периода отсюда в 20-м году на пике политики военного коммунизма когда уже всё ликвидировали и плату за проезд и плату за ЖКХ и заработную плату на заводах когда вели полностью натуру обмены т.д. и т.п. он пишет с Преображенским свою знаменитую книгу азбука коммунизма и теоретически обосновывает политику военного коммунизма как готовый так сказать продукт и Ленин поддерживал его но в конце гражданской войны становится очевидно что вот эта политика жесткая политика которую крестьяне терпели в период войны становится нетерпимой период окончания этой войны начинается восстание крестьянские вишенкой на торте станет как раз вот этот знаменитый кронштадтский мятеж тогда они стали активно обсуждать что же делать еще в ноябре в декабре шли жаркие дискуссии первым кстати идею НЭПа предложил Троцкий и Ларин Ларин это член ВСНХ Лурье отец кстати будущей жены Бухарина Анны Лариной которую во времена Горбачевской перестройки обсасывали облизывали как не знаю кого старая ведьма в 16 лет он ее под Бухарина положил ну вот и значит это Троцкий Троцкий говорит ребята значит смотрите у нас какая развилка либо мы отпускаем вожжи восстанавливаем полностью свободу товара оборота восстанавливаем денежные обращения и т.д. и т.п. гулять не хочу либо мы закручиваем гайки дальше проводим политику милитаризации труда и армию не распускаем тогда армия красная армия на момент окончания войны было 5 миллионов колоссальная сила все беляки на круг могли выставить против красной армии всего 500 тысяч не распускаем эту армию а модернизируем эту армию в так называемые трудовые армии и они у нас будут также по приказу значит направляться на самые ответственные участки хозяйственной работы вот баш на баш либо то либо другое ну сказали давайте будем проводить политику милитаризации начинается создание первых трудовых армий но восстание Антонова восстание Махно Грандштадтский Медеж они окончательно убедили Ленина который был диалектиком что вот этой политикой мы сейчас разожгем еще более страшную гражданскую войну не с вчерашними либералами эсэрами и меньшевиками а с крестьянством многомиллионным который составляет 85 процентов населения страны если сейчас поднимется крестьянство то от нас ножек и рожек не останется поэтому мы должны сейчас идти на компромисс с этим самым крестьянством и вот тогда Ленин выступает на 10 партийном съезде и говорит что мы вводим НЭП новую экономическую политику главное положение ленинского доклада тогда заменяем продразвертку продналогом то есть мы теперь изымаем не весь прибавочный продукт а четко фиксированный налог устанавливаем кстати объявляем об этом крестьянам заранее за год чтобы они могли планировать свое производство он знает что он теперь будет не 5 пудов давать а только 2 пуда в качестве налога а 3 пуда у него останутся для того чтобы он торговал им условно говоря и совершал продукты обмен обменивал свой хлебушек на ситец на сейлку и веевку и т.д. и т.п. многие Ленина тогда не поняли какой дискуссии на 10 съезде не было многие делегаты сидели и говорили что-то такое что-то мы не поняли мы за что проливали кровь на полях гражданской войны предательство идеалов октября а Ленин объяснял что ребята сначала ведь когда он выступал на съезде он сказал НЭП новая экономическая политика это временное отступление я опять вам цитирую Ленина временное отступление вызванное неудачами политики военного коммунизма это он говорит в марте 21 в мае 21 в своей статье о проднологии она так и называется он говорит что НЭП это всерьез и надолго что вот эта новая экономическая политика сейчас является тем единственным инструментом посредством которого мы будем строить социализм более того в ноябре 21 он пишет свою знаменитую статью о значении золота теперь после полной победы социализма и говорит там в коренных вопросах социалистического строительства нам надо перейти к постепенно вско обходному методу не ломать все через колено не крушить все а учиться торговать учиться управлять приспосабливать формы буржуазной экономики к советской власти с точки зрения классического марксизма ревизионизм в чистом виде но в том-то и была сила Ленина как диалектика он шел не от голой доктрины а от реалий жизни он понимал что в тех условиях надо оживлять экономику страны давать максимальное количество преференций прежде всего основной массе крестьянской массе чтобы они зажили так сказать более-менее сносно и дали толчок развитию экономики более того в 22 году уже последняя его диктовка связанная с НЭПом он вообще там приходит к точке зрения классического марксизма такой ревизионистской формули что мама не горюет к кооперативному социализму то против чего он всегда боролся он всегда боролся против прудонизма и главного идеолога кооперативного социализма он всегда выступал за диктатуру пролетариата и вот в этой статье о кооперации он говорит что для нас простой рост кооперации а дальше я специально на этом акцентирую внимание у нас эту часть цитаты всегда вырывает из контекста в условиях советской власти тождественно росту социализма простой рост кооперации в условиях советской власти тождественен росту социализма то есть это и есть социализм вот когда говорят что Ленин изобретил Ленинский план кооперативного движения это все бла-бла-бла почему дело в том что Россия царская даже Россия по степени кооперации была на первом месте в мире существовали разные формы кооперации закупочность бытовая значит промысловая и т.д. и т.п. высшей формой такой кооперации была артель или производственная кооперация но вот таких производственных артелей тогда было очень мало в общем объеме кооперативов примерно полтора-два процента а вот эти производственные артели это и есть будущие колхозы коллективные хозяйства где объединены все средства производства и потом советское руководство вернется к этой ленинской идее создания колхозного производства ну и последнее чтобы не затягивать когда в двадцать девятом году Сталин вынужден был свернуть шею НЭПа это его выражение это не значит что были ликвидированы все элементы НЭПовской экономики это заблуждение он свернул шею прежде всего НЭПманам которые владели средствами производства фабриками заводами торговыми коммерческими предприятиями и так далее и так далее вот этой сволочи но так называемые артели вот эти самые производственные кооперативы не только в сельском хозяйстве но прежде всего в промышленности он сохранил но было изменено законодательство об этих артелях артели теперь стали единой неделимой собственностью вот в чем изюминка что вот говорят артель это частная собственность не правда это артель создается как путем сложения паев участников этой артели вот я внес свой пай другое внес и т.д. и т.п. вот мы создали единую производственную артель и получаем не только заработную плату которую сами себе устанавливаем потому что мы являемся владельцами этой артели мы сами договариваемся какая заработная плата будет у членов нашей артели но по итогам работы там за три месяца или за полгода или за год мы еще и дивиденды имеем с нашей работой в зависимости от того какой пай ты внес в эту артель но что происходит дальше ты мог передавать вот эту свою артельную собственность по наследству тем кто ну понятно членам твоей семьи но если ты эту артель покидал по каким-то причинам то ты уже свой пай из этой артели изъять не мог и второе важное обстоятельство такая артель не могла участвовать в процессе купли-продажи то есть она не была частной собственностью в прямом смысле этого слова вот таких артелей в сталинской экономике было огромное количество когда у нас были построены уже основы социализма при СССР то примерно 15% ВВП давали именно артели более того почему сталинская экономика была столь гибкая и она оперативно реагировала на запросы потребительского рынка потому что если госплан спускал государственным предприятиям номенклатуру по примерно 9-9,5 тысячам товарных продукций то артели производили такой товарной продукции почти в 4 раза больше 33-34 тысячи поэтому в сталинской экономике никогда не было проблем с потребительским рынком с наполнением потребительского рынка ширпотребом и продуктами питания а хрущев всю эту артельную систему сломал и когда наши мудаки я по-другому их назвать не могу которые пришли на смену хрущеву вместо того чтобы вернуться к этой сталинской модели артельного производства взяли за основу либермановские идеи о конвергенции о прибыли о рынке вот тогда и стали добивать советскую экономику тогда у нас и возникли проблемы с потребительским рынком с наполнением этого потребительского рынка а здесь еще добавилось то что хрущев во время своей целинной эпопеи уничтожил 12 с половиной миллионов подсобных хозяйств вы только вдумайтесь в эту цифру 12 с половиной миллионов подсобных хозяйств тех подсобных хозяйств которые не только себя обеспечивали мясом молоком маслом и всем остальным прочим но которые львиную долю поставляли на тот самый колхозный рынок причем цены на колхозном рынке были такими же как в государственной торговле опять-таки кто создал проблему с потребительским рынком и чем хрущев своей денежной реформой знаете что этот дурак сделал почему Зверев подал в отставку с поста министра финансов он 22 года занимал этот пост потому что когда вышло секретное постановление о этой реформе в мае 60-го Зверев отказался его визировать и демонстративно ушел в отставку почему а потому что под видом деноминации якобы нолики мы зачеркиваем и заменяем сталинские портянки на хрущевские фантики то есть на 10 в 10 раз номинал купюр снижаем под видом вот этой самой деноминации произошло изменение курса рубля к доллару при Сталине этот курс был 1 к 4 а при Хрущеве он стал значит 4 раза больше для чего это было сделано а для того чтобы экспорт углеводородов прежде всего нефти за рубеж стал рентабельным потому что тогда мировая стоимость барреля нефти была примерно 3-3,5 доллара при нашей добыче себестоимости она экспорт не давал никакого ну как бы дешевта потому что было соотношение доллара к рублю такое то есть если нефть стоила на наши деньги примерно там 9,5-10 рублей а ее себестоимость вернее себестоимость была 9-9,5 рублей а цена барреля нефти 11-12 ну много не заработаешь на этом а когда цена выросла до 27 рублей понятно что можно было гнать нефть и получать хорошие барыши вы посмотрите на статистику добычи сырой нефти и экспорты ее за рубеж когда она резко начинает расти а именно в начале 60-х годов он подсадил нашу экономику на эту сырьевую нефтяную иглу что произошло в результате этой реформы денежной во всей государственной торговле цены динаминировались в 10 раз как и с рубль а на колхозных рынках только в 4-5 раза и поэтому у нас возник дисбаланс цен в торговле государственной и на рынке что стали делать директора государственных магазинов они же не идиоты пришла им тонна мяса у него есть план по продаже этой тонны мяса он берет 500 кг на соседний рынок отвозит получает там свои 2.20 которые он должен положить в кассу государственную и сверху ему еще рублик прикидывают на килограмм а там на колхозном рынке понятно что мясо теперь стоит не 2.20 а 4-5 рублей вот что произошло и при Брежневе эту ситуацию не поправили поэтому у нас и возникли проблемы с мясомолочной продукцией в государственной торговле и мы никак не могли ее решить к этому еще добавилось то что Хрущев разгромил не то что подсобное хозяйство но и государственное животноводство своей знаменитой рязанской эпопеи мы поголовье крупного рогатого скота в государственном стаде восстановили только к 75 году за это время численность населения страны увеличилась на 25 миллионов человек что такое 25 миллионов человек 25 миллионов ртов поэтому у нас постоянно возникали проблемы с потребительским рынком прежде всего продовольственные продукции артели почему у нас прощай молодость лежала и никто не ходил а бегали все за итальянскими югославскими и финскими сапожками артели были ликвидированы раньше этими сапожками занимались артельные производства и живо реагировали на потребительский рынок а теперь у нас обумные фабрики которые были неповоротливые вот им план спустил госплан вот такие вот сапожки делать прощай молодость они их штамповали а носят их женщины не носят и растереть главный план выполнить прибыль получить ну и так далее и так далее но это я коротко вот что произошло а у нас не поняли этого и начали говорить о том что советская экономика показала свою неэффективность она проиграла исторический спор какой исторический спор она проиграла вот сейчас вышла книга кристалл роста вот этих вот ребят во главе с Галушка прямо скажем не симпатизантов советской власти они там Сталина даже ни разу не упоминают понятно почему но они там с цифрами на руках со статистикой показали двадцать восьмой пятьдесят пятый год за исключением войны ежегодные ежегодные темпы роста экономики почти четырнадцать процентов тринадцати восемь ежегодные каждый год плюс четырнадцать процентов плюс четырнадцать ни одна страна мира не знала такого ни до ни после Китай отдыхает вообще как только эту систему стали ломать сталинскую модель экономики вот мы и получили все проблемы и потом нам рассказывали сказки даже Леонтьев когда приезжал в восемьдесят седьмом по моему году его пригласили специально чтобы он оценил значит потенциал советской экономики он этим нашим идиотом СЦК и правительство говорил а у вас нет системного кризиса с чего вы взяли что у вас системный кризис у вас структурный кризис что такое структурный кризис вы ребята поменяйте структуре своей экономики приоритеты и финансирование этих приоритетов условно говоря перераспределите деньги с производства там автоматов на производство ботинок с производства там я не знаю там комбайнов на производство торцаров вот что такое структурный кризис Я вот тут писал, когда книгу свою про Брежнева Я специально взял пятитомник Белоусова Это отец вот того самого Андрея Белоусова Который сейчас первый вице-премьер А Рэм Александрович Белоусов Известный экономист, он уже умер Вот в конце жизни он написал свой этот пятитомник Он преподавал в МГУ В том числе читал лекции тому же Миши Гелягину и так далее Он был крупнейший спец по военной экономике Именно по военной экономике Он писал закрытые, так сказать, статьи, исследования и так далее Вот нам тоже любят рассказывать все эти Станкевичи и прочие ублюдки Советский Союз погубило горького оружия В общем, в Валовом внутреннем продукте Все 60-е и 70-е годы На военно-промышленный комплекс Стратилось 7,3-7,5% Рост произошел в начале 80-х годов Когда из-за корейского Боинга Из-за Афганистана у нас резко использовались отношения с американцами Вот там рост военных расходов вырос до 8,4% от ВВП И нам сейчас опять продолжают рассказывать сказки Военная экономика погубила Советский Союз Как один дебил этот, знаете кто? Нечаев, по-моему, бывший министр экономики Или кто-то Ну какой вот эксперт Они сейчас ходят все время Вот у нас такие эксперты ходят Вот такие идиоты ходят на центральный канал И стоит на голубом глазу и рассказывает 70% советской экономики обслуживали ВПК И у нас народ эту лапшу кушает И продолжает ее постить Понимаете? Я уже замучился опровергать этих экспертов Стоит там этот из МГИМО Преподаватель из МГИМО Кандидат наук МГИМО Это вот дипломатов готовят Варшавский договор был создан Как прямой ответ на создание НАТО Вы что совсем советских руководителей за идиотов считаете? НАТО было создано в 49-м году А Варшавский договор в 55-м Они что, 6 лет сидели и думали, как ответить что ли? Да, Варшавский договор был создан Как прямой ответ на подписание Начало Боннского протокола А потом ратификация парижских соглашений Там речь шла о том О ремолитаризации ФРГ И включении ФРГ в структуры НАТО И о создании Европейского воронительного союза И Советский Союз предупредил Париж, Лондон и так далее Что если будут ратифицированы эти соглашения То мы ответим Мы ответили Как только началась ратификация этих соглашений В 54-м году Сразу вот этот механизм создания ОВД был запущен Кстати, мало кто знает У нас до мая 55-го года Были союзнические договора Знаете с кем? С Францией и Великобританией Которые были заключены в 44-м году Мы эти договора расторгли Потом публично заявили о создании организации Варшавского договора И в середине мая В Варшаве собрались главы правительств Я это подчеркиваю Не генеральные секретари или первые секретари ЦК А главы правительств От Советского Союза этот договор подписывал Булганин И создали организацию Варшавского договора У нас по-прежнему ходят эксперты К Соловьеву, Ортин и так далее Которые рассказывают вот эти сказки Это пита наши Я прошу прощения, что долго Но я ответил на ваш вопрос Вы поняли? Евгений Юрьевич Скажите, пожалуйста Существует мнение, что основной причиной Распада Советского Союза Явилось отступление во времена перестройки От основных принципов социализма И рост антикоммунистической пропаганды Ну естественно, слушайте Это к бабке не ходи Яковлев Этот хромой черт Он, слушайте Я его знал лично Очень неглупый человек Правда зашоренный Ну неглупый человек Изуев в чистом виде Интриган в высшей степени Поднабрался, так сказать Богатого опыта Работая как раз в аппарате ЦК Он же еще при Сталине пришел в аппарат ЦК И проработал там больше 20 лет Так он сам признался Он сказал, что Разрушить Советский Союз Можно было только изнутри За счет чего? А за счет использования Жесткой партийной дисциплины Почему? Потому что у нас существовал Принцип демцентрализма Мы были единственной партией Потом такие партии По нашему лекалу Будут созданы во всех Остальных соцстранах Принцип демцентрализма Что он предполагает? Широкую дискуссию До принятия решений Приняли решение Все, все дискуссии заканчиваются Берется под козырек И решение исполняется Но Вот эта особенность была Нашего партийного устава И нашего партстроительства Решение, принятое партийным комитетом Было обязательно Не только для всех Нижестоящих партийных комитетов Что для всей партии обязательно Для всех Будь то в Америке, в Англии и так далее Но и каждым членам партии Вот это важное положение Что решение партийного комитета Является обязательным Не только для партийного комитета Нижестоящего уровня Но и для каждого члена партии Попробуй не исполни это решение Либо получишь, так сказать Понятно, да? Что выговор Без занесения или с занесением Либо вообще партийный билет Положишь на стол И Яковлев это знал прекрасно И он сказал Мы любое абсурдное решение Примем на политбюро Любое Обоснуем его тоже Они же научились этими словесами Обосновывать И все возьмут под козырек И никто никуда не денется Вот они таким образом и действовали Разрушая партии изнутри Пока у нас народ разобрался Шо к чему Время-то ушло А дело было уже сделано Вот каков механизм был Я ответил на ваш вопрос, нет? Здравствуйте, Евгений Юрьевич Лифанов Александр Партия КПРФ Секретарь первички Пушкина Восток У меня вопрос следующий А я прошу прощения А вы из Ивантеевки все, да? Нет, есть и из Пушкина Я, например, из Пушкина У меня просто мать училась В Ивантеевке в техникуме Еще в 50-е годы Поэтому Ну, у нас Филиал областного университета машиностроения Нет, нет Она училась в техникуме Она ткачиха Тут был А, это другого Сейчас нету Ткачиха нету А, понятно Ну, у нас сейчас города Объединили в один округ А, кстати, на электричку Когда опаздывала То это еще было Начало 50-х годов При Сталине Они на этих На санях зимой Ехал какой-нибудь там Колхозник на санях Там, да, давайте Так сказать На сани И он их На лошадках Электрички Да, ну это так Слово я сказал Да, да Так вот, вопрос Существовали ли силы В руководстве КПСС В 80-е года Которые были в силе Отстранить Горбачева От власти И если были, то кто И почему не получилось Спасибо Вы знаете Опять-таки Вот, возвращаясь к Яковлеву Все было изначально сделано так иезуитски Что То Когда Даже в руководстве Партии Стало очевидно Куда все идет Уже сил Как таковых Не осталось Почему? Потому что Когда Горбачев Пришел к власти Он Буквально За один год Выбил Из политбюро Всех потенциальных Своих соперников Которые могли составить ему Реальную конкуренцию Вспоминайте Кого он выбил Из политбюро Уже в 85-м году Первым Пошел на заклание Романов Это бывший Первый секретарь Ленинградского Обкома партии Который Фарфор Времен Екатерины Второй Потом Стали рассказывать Что он такой же Алкоголик Как и Ельцин И так далее Специально Очерняли Фигуру этого Человека Вот Его побаивались На самом деле Потому что Он был Управленцем Такого Сталинского Типа Но очень Эффективный Управленец Кстати Он был Новатор Производства Он кстати Управлял Ведь не только Ленинградской Промышленностью А вы сами знаете Каков был уровень Этой промышленности Там Одних военных Предприятий Сколько Он управлял И областью Первые Птицефабрики Были построены Именно в Ленинградской Области Под его руководством Кстати Я хочу сказать Что уже К началу Восьмидесятых Годов Советский Союз Себя Полностью Полностью Обеспечивал Мясом Птицы И яйцами Мы производили Натуральные Птицы И яиц Больше Чем любая Страна мира Даже США У нас были Проблемы С производством Говядины Свинины И так далее Но у нас Не было Никаких проблем С мясом Птицы Так вот Первые Птицы Фабрики Создавал Именно Григорий Васильевич Романов Поэтому Первой Жертвой Горбачевской Расправы Стал Романов За ним Последовал Председатель Совета Министров СССР Николай Александров Тихонов А Уже Подзанавес В декабре 85-го года В отставку Был отправлен Виктор Васильевич Гришин Первый Секретарь Московского Горкома Тоже Человек Как и Романов Сталинской Породы Очень Опытный Управленец Который Для Москвы Сделал Конечно Много Как и Романов Кстати Вот Эту Тройку Он убрал Из Политбюро А дальше Было дело Техники Дальше Он потихоньку Стал убирать И остальных Аксакалов Следующим Стал Дин Мухаммед Ахмедович Кунаев В 86-м Году Вспоминайте Знаменитые События В Алма-Ате Ну и так далее И так далее И вот таким Образом Значит К 87-му Году Он фактически Вычистил Все Политбюро ЦК И забил Его Своими Ставленниками Яковлев Медведев Ну и так далее Остались ли Там Какие-то Аксакалы Да Но Их было Уже Критически Мало Ну например Громыка Тем более Андреевич Он был Человеком Ну как вам Сказать Сервильным Под старостью Он вообще Стал Сервильным Лишь бы Его не Трогали Вот ему Дали Должностишку Председателя Президиума Верховного Совета Да и ладно Понимаете Плюс надо Иметь ввиду Что Тогда Вторым Секретарем ЦК Оказался Егор Кузьмич Легачев Я знал Егора Кузьмича И прямо Вам скажу Дундук Он был Еще тот Вот на нем Львиная Доля Ответственности За ту Кадровую Политику За то В прямом Смысле Избиение Кадров Которые Проводил Горбачев Компания Сколько Он поломал Человеческих Судеб Причем Я вот С Рыжковым Даже Разговаривал Вот мне Вчера Николай Иванович Прислал Поздравления С Новым Годом Мы с ним Периодически Общаемся Я его Спрашивал Я говорю Как у вас Он говорит Слушай Но эти два Идиота Вообще Меня не Слушали От слова Совсем Вот Говорит Когда Было Принято Решение О переводе Ельцина В Москву На пост Зав Отделом Строительства ЦК Значит Я Говорит Нахожусь В кабинете У Горбачева Здесь Входит Лигачев Я А тогда Было Принято Так Если К генсеку Приходит Другой Посетитель То Надо уходить Горбачев Говорит Нет Останься Надо посоветоваться И они ему Говорят Вот мы Хотим Значит Ельцина Перевезти В Москву Твое мнение Я Говорит Ельцина Очень хорошо Знал По Свердловску Вот Когда он Еще был Даже Не на Парт Работе Я Занят Перезвоните Через полчаса У меня Эфир А когда Он Был Директором Треста Строительного Треста У нас Говорит Там Была Своя Компания Которую Мы Отмечали Всегда Праздники Там Ноябрьский Новый Год И так Далее И здесь Мне Мой Товарищ Который Работал В обкоме Говорит Николай Как ты Смотришь Если Мы Пригласим Бориса К нам В компанию Он Говорит Хороший Парень Пятый Десятый Он Говорит Уже Вместе С ним Стали Все Праздновать И у нас Были Вполне Дружеские Нормальные Отношения Хотя Я уже Тогда Заметил Что Он Большой Любитель А Когда Он Перешел На работу В обком Вот Здесь Вся Дурь Ельцинская И полезла Не только По поводу Пьянок Но и По поводу Стилей Методов Его Рыжков Им Говорит Вы Говорит С ним Горе Оберетесь Это Его Прямая Дальше Когда Его Через Полгода Назначили Вместо Гришны Первым Секретарем Опять Та же Картина Маслом Значит Горбачев С Легачевым Крышковым Как ты думаешь Он говорит Да нельзя Говорит Этого Дуболома Назначать На Москву Вы ведь С ума Сошли Говорит Это Научный Культурный Центр Тут Не одни Строители Живут Здесь Надо Уметь Разговаривать С творческой Научной Технической Интеллигенции Не послушались Он говорит Горбачев Ой прошу прощения Легачев Буквально Продавливал Вот как Таран И у него Была Такая Вот Метода Работы Окрик Ударом По столу И т.д. и т.п. Вот я считаю Что Егор Кузьмич Сыграл Очень Отрицательную роль Вот в этой Кадровой Так называемой Революции Они же за один год Буквально за один год Поменяли Более трети Всех Первых секретарей Районных Городских Областных Краевых Республиканских Партийных Комитетов Привели Так называемую Новую поросоль Которая В рот заглядывала Всему этому Высшему начальству Потому что Они не обладали Тем авторитетом И той властью Какая была У их предшественников Вот и все А последний удар По Значит Тем людям Которые могли Еще каким-то образом Решить этот вопрос По-хрущевски То есть Как Хрущева снять Был нанесен Перед 19-й пар конференции Вспоминайте Что тогда произошло На пленуме ЦК Вывернули руки Более ста членов ЦК И сказали Ребята Не мешайте Михаилу Сергеевичу Проводить политику Напишите Добровольно Заявление О сложении Своих полномочий Ну они и написали Бывший президент Академии наук Александр Бывший министр Средмаша Славский Ейдар Алиевич Алиев Бывший член Политбюро Владимир Иванович Долгих Бывший секретарь И кандидат Члена Политбюро И список Их легион Более ста Членов ЦК Вот это Те самые Члены ЦК Которые могли Решить вопрос Горбачевым По-хрущевски Поставить вопрос О его снятии И проголосовать И никаких проблем Не было бы Но их убрали И все Потом уже На излете Когда Поняли Что к чему Появился Один Фрондер Звали этого Фрондера Владимир Игнатович По-моему Игнатович Бровяков Бывший Председатель Совета Министров Белорусской ССР А тогда Посол Польши Кстати Бровякова Рассматривали После гибели Машерова Как возможного Его сменщика На посту Первого секретаря ЦК Белоруссии И я Очень жалею Что его тогда Не избрали Он На пленуме ЦК Весной По-моему 90-го года Единственный Встал И прямо Выступил С предложением Снять Горбачева С поста Генсека Ну и что Случилось С Владимир Игнатович Инфаркт Миокарда Кто его Тогда поддержал Да никто Все трусливые Были Я поэтому И говорил Сломали Сталинскую Систему Подготовки Кадров И привет Родителям А Сталинская Система Вот у нас Мало кто знает О том Что это такое Когда Эти первые Секретари Рискомов Обкомов И крайкомов Провалили Сталинский План Конституции 36-го года В том числе О этих Альтернативных Выборах Сталин Не мытьем Так катаньем Протащил Свою Реформу На февральском Мартовском Пленуме 37-го года Суть Этой Реформы Отныне Все первые Секретари Района Городских Областных Краевых Республиканских Комитетов Избираются На свои посты Все секретари Не только первые По итогам Тайного Голосования Раньше было Не тайное Голосование Тайного Голосования И Результаты Тайного Голосования Обязательно Публикуются В партийной Печати Я вот тут Сейчас написал Первую Главу Своей Новой Книги Люди и Власть Политбюро Президиум ЦК 45-85 Год И я там Как раз Вот привожу Пример С ленинградским Делом Что Стало причиной Почему Сталин Столь жестоко Расправился С ленинградцами С Попковым Кузнецовым Ну и далее По списку Не потому Что они устраивали За счет Государства Пьянки Гулянки А они там Пропивали Такие деньги Что мамы Не говорили А было же Прямое Постановление ЦК От 45-го Года Запретить Организацию Всех пьянок За государственный Счет Они Прямо Нарушили Это Они Оборзили До того Что Лазуткин Это один из Руководителей Ленинграда Председатель Ленинградского Горисполкома За счет Государственных Средств Не только Оплачивал Две свои Дачи Автомобили И так далее Это был такой Жлобяра Он папиросы Даже оплачивал За счет Государственных Средств Ему даже Из своего Кармана Папиросы Западло Было Купить Понимаете Но даже Не это Стало Причиной Почему Сталин Так жестоко И даже Не так называемая Карта В русский Национализм Когда Родионов И этот Кузнецов Ему С идеей Создания Отдельной Компартии РСФСР Переноса Столицы Сталин Тогда еще Когда они Ему эту записку Направили Прямо на политбюро Объяснил Почему этого Нельзя делать И это в стенограмме Есть Так что Не это Сталина Напугало Это наши Вот эти Монархисты Там Либералы Вот эти сказки Расскажут Что Сталин Удавил Русскую партию Внутри КПСС Специально Сделать И Сталина Ища Диада Врага Не только Халмыцкого Чеченского Ингушского Народа Но прежде всего Русского Народа Его больше всего Возмутило То что Эти твари А я по другому Их назвать Не могу Они Пусились на Святая Святых Сталинской Системы Вот эти Самые Выборы Тайные Что они Его обманули Когда заявили О том Что На объединенной Партконференции Ленинградского Обкома И горкома Все руководители Ленинграда Капустин Попков Лазуткин И так далее Единогласно Были избраны В бюро И когда Пришла анонимка В ЦК Сталин вызвал Маленкова И сказал Ну-ка проверь Может быть такое И он поехал Проверять И когда Сталину сказали Йосиф Виссарионов Да тебя эти Негодяи обманули Он Меня обманули Они покусились На святая святых На мою систему Расстрелять Их Чертовой матери Чтоб другим Неповадно было Потому что У того же Сушкова Вот этот Свердловский Историк Замечательный У него там Несколько десятков Страниц Там специально Приводят Вот когда Наш либерал Опять рассказывает Что всех первых Секретарей Типа назначали Из Москвы И все ЦК Давал указание Да ничего подобного Он публикует Он публикует Специальные Результаты Голосования Вот например Иванов Иван Иванович Первый секретарь Ростовского Обкома На выборах Получает Из 400 Голосов Ну Делегатов Конференции 290 За 104 Против И 6 Выдержавшихся Формально Он проходит В это бюро Его можно Как бы Оставлять В должности Первого секретаря Но это формально А для Сталина Это был звонок Что 104 Делегата Конференции Голосуют Против Этого Перца Снять Немедленно С должности Вот как Действовала Сталинская Система Значит Этот человек Не пользуется Доверием Местных Партийных Комитетов А значит И местного Населения И вот Он там Приводит Прямо Краснодарский Крайком Ставропольский Крайком Ростовский Обком Самарский Вернее Куйбышевский И т.д. И т.п. И там Где Значит Количество Голосов Поданных Против Превышало Какую-то Планку Даже при Формальном Их избрании Эти люди Сразу Лишались Должностей Понимаете В чем Дело Таня Таня Я занят Сейчас Перезвоню Вот Вот Сталинская Была Система Потом Эту Сталинскую Систему Порушили И в результате Тут появился Михаил Сергеевич Знаете Кто Кстати Руку Приложил К его Это Выдвижению На пост Первого Сегридря Ставропольского Крайкома Говорят Вот Кулаков Там Это Капитонов Иван Васильевич Тогдашний Секретарь ЦК И Начальник Управления Кадров Ну Отдела Кадровой Работы Это он Объективочку Намыхал Сергеевича Кто ему Подсказал Я подозреваю Что два Человека Суслов И Андропов Почему А потому Что эти два Члена Полезбюро Ездить На Генераль Воды Северного Кавказа Лечить Свои почки Печь Все такое Прочее Михаил Сергеевич По должности Естественно Как радушный Хозяин И встречал Понимаешь Вот и все Вот как Делались Карьеры Тогда А аппарат Партийный Наш Все эти Внутрипартийные Диссиденты Все эти Эпхеди Бурлатские Значит Толики Черняевые И прочие Штопанные Вот Субъекты Объекты Они ждали Этого Михаила Сергеевича Я вам с Матузовым Разговаривал Который в 66 Году После МГИМО Пришел работать Международный отдел ЦК К Пономареву И Триславу Николаевичу Он жив Здоров Сейчас Дай бог Здоровья Он говорит Я просто В шоке был Когда эти Козлы ЦК В 68 Году Писали Наверх Дневные записки По поводу Пражных Значит Ревизионистов А сами Между собой Когда выпивали Аплодировали И мы говорили Ой какие молодцы Понимаете Какой сволочью Был забит Аппарат ЦК Так они ждали Михаила Сергеевича Они не Романова Ждали Зачем им нужен Был новый Сталин Брежнев сам Эту публику называл Он же не дурак был Далеко не дурак Гладил их по головке И говорил Вот мои Социал-демократы Понимаешь Все речь Меньшевики Понимаешь Мои социал-демократы Да Давайте последний вопрос Наверное А то у меня уже время Добрый день Евгений Юрьевич Леотова Кира Евгеньевна Ну вы уже частично Ответили на этот вопрос Получается Справедливое утверждение Что Горбачев Сознательно Вел СССР К развалу И провоцировал ли Горбачев КЧП Как ключевой акт В сценарии Ликвидации СССР И дискредитации КПСС Спасибо Послушайте Вы Вот задали этот вопрос И Априори Как бы Как бы это выразиться Покорректней Приписали Горбачеву Несуществующий Объем Головного мозга Я вас уверяю Что у него Объем был Куда как меньше Он додуматься Сам до этого Был не в состоянии О чем идет речь Конечно Михаил Сергеевич Когда пришел К власти Извините Извините пожалуйста Миллер Он вмешался И еще один вопрос Вот к Кириному вопросу Нам что Сталина ждать О роли личности В истории Или делать его И как Надо его находить Внутри партии Взрачивать И выдвигать Наверх Понимаете Без этого никак Я вас уверяю Роль личности В истории Никто не отменял Но он должен Эта личность Должна саккумулировать На себе Вот те самые Запросы Понимаете Самой Партийной массы Вот это надо понять Каков будет запрос Партийной массы Такова будет И личность Во главе партии Вот это надо понимать Если не будет Запроса Внутри самой партии И членов партии Будут устраивать Существующее положение Вещи Это одно Если нет Это другое Понимаете Но вот исторически Сложилось так Что Михаил Сергеевич Стал выродителем Интересов Именно вот этой Вот партноменклатуры Которая уже Там окопалась Как итог Развала Сталинской системы Пестования Подготовки кадров Там уже засиживались На своих постах Даже западел Сидели люди По 15-20 лет При Сталине Такого не было При Сталине Шло постоянное Перетрахование Как говорит Лукашенко Этого аппарата Людей все время Двигали На разные участки Работы И проверяли Их эффективность Теперь возвращаясь К мозговым способностям Михаила Сергеевича Безусловно Михаил Сергеевич Не обладал Такими умственными Способностями Чтобы самому Спланировать Всю эту операцию Но то Что он был Внушаем Человеком Внушаевым Я тоже Горбачева Хорошо знал И общался с ним До 11-го года Я с ним общался Пока Ну периодически На каких-то Конференциях И так далее Пока Мне На глаза Не попались Некоторые документы Которые Меня окончательно Убедили в том Что именно он Был одним Из идеологов Всего того Что произошло Потому что Раньше Я тоже Где-то Был в иллюзии Что он Стал жертвой Обстоятельств Что он Стал жертвой Обстоятельств Не он Был Дирижером Всего этого Процесса Но я потом Понял Что нет Это далеко Не так Так вот Еще в декабре 85-го года Яковлев Который Тогда Только-только Перешел на работу В ЦК Опять вернулся На работу В ЦК Он же там Работал До 73-го года Потом он Написал Вот эту Знаменитую Свою статейку Против Антиисторизма На которую Очень резко Отреагировали Представители Русской Интеллигенции Ну в частности Шолохов Михаил Александрович Он направил Личное письмо Брежневу Брежнев Когда получил Это письмо Он вызвал К себе Суслова И сказал Я прошу прощения Но я цитирую Леонидовича Этот мудак Хочет меня поссорить С русской Интеллигенцией Убери его Из аппарата Но его убрали Послом В Канаду Он там Десять лет Просидел До восемьдесят Третьего года А потом Его вернули При Андропове Горбачев За него Очень Просил Мне Мне сам Этот Рыжков Рассказывал Он тоже был Свидетелем Этого разговора Когда Горбачев Вернулся Из поездки В Канаду Он пришел К Андропову Рыжков Сидел у него И он Ему говорит В конце беседы Вот тут Яковлев просится Домой обратно Типа значит Ему надоело Уже там сидеть И т.д. и т.п. И он говорит Сидит Андропов А была Летняя погода Значит Было довольно жарко Он сидел Без пиджака В рубашке В белой И у него здесь Эти подтяжки Помочи И он говорит Когда ему Горбачев это сказал Он взял Вот так вот Оттянул Эти подтяжки С силой Их отпустил Они хлопнули Говорит Ладно Черт с ним Пусть возвращается Но имей ввиду В политику Я его не пущу И он вернулся В Москву Его назначили Директором ММО А почему Дело в том Что в 82-м году Умер Академик Николай Николаевич Который был Директором Этого института И искали Долго не могли Найти Подходящую замену Там Исполняющим Обязанности Директора Был Евгений Максимович Примаков Ну Считали Что Примаков Еще не дорож Чтобы возглавлять Целый институт Он тогда По-моему Член кором Только был И значит Это А летом В 85-го Его возвращают В аппарат ЦК И отдают ему Агитпроп То есть Тот отдел В котором он работал До этого До 73-го года И он пишет Горбачеву записку Я сам читал Записку Михаил Сергеевич Короче Надо разогнать Чертовой матери Всех этих вояк Вместо генералов И маршалов Посадить Подполковников Почему подполковников Вот трудно сказать Не полковников А подполковников Учредить пост Постпрезидента Вот когда это задумывалось Что такое Постпрезидента Это челюсть Втовная В систему Органов Советской власти Ведь органы Советской власти Строились Снизу Доверху Основа Политической Государственной Системы Советы И здесь Непонятно С какой Рожна Постпрезидента А где будет Вертикаль Власти президента На что она будет Опираться Дальше Партию Разделить На две Все это было В этой записке От декабря Восемьих пятого Года Что делает Михаил Сергеевич Резолюция Михаил Сергеевич Подожди Не время Что должен был Генсек сделать Он должен был вызвать Председателя КГБ И генпрокурора И сказать Вот агент Плияния Который вернулся Из Канады Возьмите его В Так сказать Обработку Заведите Уголовное дело И Как говорится Пощупайте Что он там еще Нет А Михаил Сергеевич Подожди А через два месяца Саша Становится Членом ЦК И секретарем ЦК Попер вверх И вот таких Саш Яковлевых Потом целый воз И маленькая тележка Вадик Медведев Идеолог Ити его мать Ну и пошло Поехало Вот он Свою команду И сформировал А потом Это его команда И вертела И крутила им Как хотела В данном случае Рыжков Свиньков И другие Они Не могли Он мне сам Рыжков говорил Мы Говорим Они же были Чистой воды Производственниками Пока До них дошло Они были Членами Политбюро Но они Не были Политиками От слова Совсем Они были По должности Членами Политбюро Понимаете В чем дело Вот он Председатель Совета Министров Вот он Должен быть По должности Членом Политбюро А не наоборот Как Ленин Условно говоря И они Естественно Этих ребят Обвели Вокруг пальцев А во главе Этого процесса Был Горбачев И Яковлев Вот эти двое Они друг друга Дополняли Вот Даже Последняя пьянка Прощальная пьянка Когда Союз Рухнул С кем пил Горбачев Об этом он сам пишет Ельцин об этом пишет И Яковлев пишет Они все выдали На гора Сами Что называется Вывернули Сидели Пили Четыре часа Потом Яковлев пошел Провожать Ельцина Вернулся А Михаил Сергеевич У себя в комнате отдыха Лег на диванчик И плачет Он Сел его По головке Гладит Типа Успокаивает А он ему говорит Вот видишь Саша Как теряет власть Слушай Ну негодяй Конченый Видишь Расплакался Сопли распустил Страна погибла За которую Пали Миллионы и миллионы людей А он власть потерял Зил С охраны он потерял А сейчас еще Что-то вякает Вчера опять Про Что-то инициативы Там Путина и Байдена Там по Этому Разоружению Кому интересно Твое мнение Пускай твое мнение В истории болезни В психбольнице Зафиксируют И все И не надо его постить А то мне вчера С Царьграда звонят Евгений Юрьевич Как вы откомментируете Заявление Горбачева Я говорю Кого-кого Горбачева Я говорю А зачем комментировать Заявление психбольных Выживший из ума Старик Понимаете Он вот Вот Его бы еще народ Вот на толечку Простил бы Если бы он вышел Там я не знаю В рубище Где-нибудь на лобном месте И сказал Народ православный Люди советские Я сука конченая Я хотел как лучше Но поскольку Я тупой Ограниченный Мудак Которого За поводок Держали все Кому не лень Включая мою Преснопамятную Супругу Я все И Простите меня И башкой Лысый Так вот Об камень бы Раз 25 Трехнулся А потом Надел бы на себя Кандалы И пешком Подчапал бы В Сибирь Вот тогда Наш Жалостливый народ Может быть Михаил Сергеевич И простил Его Никчемную Поганую жизнь Евгений Юрьевич Большое вам спасибо Что вы уделили нам время За ваши обстоятельные Вопросы За вашу Откровенность И прямоту В некоторых моментах Мы надеемся Что у нас Не последняя встреча Поэтому мы желаем вам Творческих успехов В вашей работе И Общественной И научной Она нам Очень нужна Честное слово И не только нам А всему Российскому народу Да и советскому Конечно И с наступающим Вас Новым годом Здоровья вам Успехов Спасибо До свидания Аплодисменты Вы тоже Выдержали Так сказать Полтора часа Моего Этого Спича Мы бы что выдержали Если я где-то Был несколько Рисковат Но эмоционально Меня просто Целый ряд моментов Они до сих пор Не отпускают Потому что Погубить такую страну Это Прощение Во веки веков Этим людям Просто Не может быть Понимаете Самое-то главное Что они даже Не каются И не несут Ответственности за это Понимаете Какой-нибудь там Я не знаю Парня молодого Вот сейчас дали Четыре года Там он поступил Мерзко и так далее Кто-то украдет Мешок картошки И так далее Его в тюрьму сажают Ну без эмоций Невозможно В политике В творчестве Мы же люди Евгений Ильич Можно один личный вопрос Вам задаст наш товарищ Буквально короткий Не является ли Вашим родственником Знаменитый археолог И немножко историк Спицем Это середина 19 века Начало 20 Лучший друг Константин Эдуардович Царалковского Нет Он не является Моим родственником То что Александр Андреевич Спицин Был выдающийся Историк И археолог А не Немножко историк Он историк Археолог был Я хорошо знал Еще пацаном Он действительно Был крупным ученым Кстати Первым Кто начал копать Курганы Вятичей То есть Вот наших Далеких предков Которые жили здесь Вот В районе Волжско-Огского Междуречия Был именно он Это был признанный Авторитет И многие работы Спицына Несмотря на то Что он уже давно Умер Они не потеряли Своей Актуальность Я был бы Естественно Очень Рад И мне было бы лестно Если бы Александр Андреевич Был моим Пусть дальним Но каким-то родственником Но увы Мы только с ним Однофамильцы У меня У меня в родне Я прошу прощения Был такой Фадей Егорович Спицын Это по отцу Понятно Он был Приятелем Пушкина И у нас В семье Такая легенда Существовала Что тот Ему все время Пенял Говорит Что ж ты Говорит Писал об этом А меня Нигде не пропишешь Ну возьми Говорит Пропиши меня Хотя бы В каком-нибудь Своем произведении Но Александр Сергеевич Был человеком Желчным И он его прописал Знаменитой Повести Дубровский Помните Там есть такой Помещик Спицын Который Холуем был У Троекурова Так что Вот так Спасибо еще раз До свидания До свидания